Добрый день, господа. Я директор Центра польско-российского диалога и согласия. Имею честь приветствовать вас, господа, на очередном нашем заседании. Мы стараемся регулярно проводить такого рода мероприятия в Варшаве или в других центрах нашей страны. Сегодня тема такова. Каков разбег дел? Не знаю, как это, футурологически или как. Мы должны продумать, в какую сторону может выглядеть развитие внутренней ситуации России. Конечно, надо помнить о том, что пока еще никто не имеет инструмента такого, который мог бы показать, каково будет будущее. Этого не произойдет, конечно. Тем не менее, есть люди, которые пытаются профессионально с этим риском справляться, стараясь анализировать свои знания, свой опыт, разного рода события, процессы, которые имеют место вокруг нас, в Польши или в соседних странах, и на этом основании извлекать выводы, давать даже сценарий предпримерного развития ситуации в коротком отрезке времени или на более длительном. Мы имеем счастье сегодня принимать у нас в качестве гостей двух экспертов, которые профессионально подвергаются тому, что совершают ошибки, анализируя то, что происходит в России. Но все-таки благодаря им имеют возможность определить, каковы возможные проектории и развитие ситуации в Российской Федерации в ближайшее время. Гостей Андрей Колосников, не-не-не, не Колосников, Колесников, он сказал неправильно, в центре, из центра Карниги. Надо сказать ему, чтобы он не держал так близко микрофон. Меня совершенно полно попросим журналистов, профессионалов потом, вести такую беседу с ними. Сегодня Петр Погожельский, журналист Польского радио, бывший корреспондент в городе Киев. Я желаю вам, господа, успешного проведения времени в этот день. Погода, конечно, не располагает такого рода проведения встреч, но, тем не менее, я думаю, что вы принимаете участие в этой встрече, и вам, господин редактор, предоставляю слово. Добрый день, гости представлены. Я благодарю за то, что в Варшаве сегодня проходит очень много интересных мероприятий, посвященных восточной тематике. И хорошо, нам очень приятно, что наши гости как раз воспользовались нашим приглашением. Кто хочет слушать по-русски, пожалуйста, возьмите радиоприемнички и наушники. Наша тема огромная. Тут есть всякие вопросы, которые нас могут интересовать. Прежде всего, начнем с экономических вопросов. Этим, собственно, и занимается. Стоит на этом вопросе Россия. А потом перейдем к политическим вопросам. Какова экономическая ситуация в России? Какие санкции были введены в России в связи с вмешательством, в связи с аннексией Крыма и вмешательством на Украине? И также санкции, которые со своей стороны Россия Западу представила. Каков будет эффект в случае ухудшения экономического положения в России? Андрей Колесников, вам предоставляется слово. Я буду говорить по-русски. Она действительно очень плоха. Но здесь есть один важный момент. Эта ситуация не катастрофична, как казалось вначале. Судя по всему, Россию ждет долгая депрессия, долгая стагнация. Экономисты-либералы даже употребляют новый термин. Это такая долгая стагнация на манеру японской. С той лишь разницей, конечно, что в Японии очень низкая инфляция, например. И это не мешает Японии развиваться в экономическом смысле и технологическом. Россия же, в общем, фактически не развивается. Россия живет в экономическом и технологическом смысле по инерции. Ситуацию можно охарактеризовать известной поговоркой «ужас без конца». Всегда есть такая дилемма, что лучше или хуже – ужасный конец или ужас без конца. Вот, как выяснилось в последнее время, мы будем жить в ситуации ужаса без конца. Это означает не только экономическую депрессию, не только спад потребления, не только падение реальных располагаемых доходов, падение в том числе зарплат. Это разные вещи – падение доходов в России, падение зарплат, поскольку у нас большой неформальный сектор. Это означает, наверное, увеличение неформального сектора, хотя неформальный сектор испытывает тоже серьезные проблемы, поскольку он все-таки зависит от формального развития экономики. Это означает рост производства на уровне нуля, это означает минусовой или нулевой рост ВВП в течение длительного времени. Сам Путин признал недавно, что санкции, точнее, контрсанкции, которые были введены России, стали одной из причин высокой потребительской инфляции. Россия лишилась дешевого импорта, и это стало одной из причин роста цен на потребительские товары. Тем не менее, именно это решение стало, в некотором смысле, предметом гордости для россиян, точнее, для российских элит, потому что мы такие сильные, мы сможем якобы заниматься импортозамещением. На самом деле, никакого серьезного импортозамещения не происходит, во всяком случае, в промышленности его практически нет, если не считать, допустим, некоторых сегментов пищевой промышленности. Все указывают на рост агропродовольственного сектора, но, допустим, производство свинины, которым сейчас хвастается Россия, рост этого производства был и до всяких санкций, был до вот этих всех событий двухлетней давности. Происходят перемены, на самом деле, это очень важно, в характере потребления россиян. Например, вместо дорогого мяса и дорогой рыбы, россияне в большинстве своем переходят на потребление курятины, своей родной российской курятины, ну, не родной тоже, импортной тоже. Так дешевле. Но на самом деле происходит адаптация российского населения к новым условиям на более низком уровне. Социологи и специалисты по социальной политике употребляют термин «понижение нормы» или «негативная адаптация». Если раньше люди могли расходовать деньги на автомобили, товары длительного пользования, еду и одежду, сейчас кто-то не покупает, допустим, автомобили, не покупает квартиры, рынок недвижимости стагнирует, но имеет возможность покупать товары длительного пользования, еду и одежду. Кто-то потерял возможность покупать товары длительного пользования, люди покупают еду и одежду и удовлетворяются этим. Вопрос, как долго может российский народ терпеть такое состояние? Ответ бесконечно долго, потому что действительно катастрофы не происходят. Очень быстро воспроизводится культура бедности, которая была свойственна, допустим, в позднем Советском Союзе, позднему Советскому Союзу и периоду транзита в 90-е годы. Люди очень быстро адаптируются к богатству, но люди очень быстро в России адаптируются к бедности. Возможно, это свойственно любой постсоветской стране, но, слава богу, в Восточной Европе столь ярко выраженных экспериментов не проводится. Такой эксперимент на живых людях получается в России. Вопрос действительно очень серьезный, и мы здесь входим в зону очень слабой предсказуемости, что будет, допустим, с социальными трудовыми протестами. Согласно статистике, трудовых протестов стало больше, социальные протесты присутствуют, но они, как правило, касаются очень локальных проблем. Невыплаты зарплат на конкретном предприятии или, например, лишение льгот пенсионеров в каком-то регионе. Эти проблемы решаются. Местные власти очень боятся их не решить, не потому что они ответственны перед народом, а не ответственны перед Москвой, перед федеральным начальством. И поэтому они изыскивают резервы и купируют эти проблемы, решают эти проблемы. Соответственно, социальные протесты получаются очень разрозненными, по очень разным поводам. Даже протесты дальнобойщиков не смогли консолидировать людей на сколько-нибудь серьезные совместные социальные действия. У людей нет общей политической платформы, эти социальные протесты не конвертируются в политические. Нет общенациональных лидеров, которые могли бы аккумулировать вот эту протестную энергию. Вот на эту тему, на самом деле, можно говорить очень долго. Я сейчас сам себя прерву, потому что это очень... да. Общая картинка примерно такова. Благодарю прежде всего за приглашение. Кажется, есть проблема в дебатах, что мы в небольшой мере можем отличаться в наших дебатах друг от друга. Ну, во-первых, хочу сказать, что наши дебатки в большой мере зависят от чаяния. От чаяния как общественности, так и от власти этой системы, которая была создана. И эта система власти зависит от экономических успехов. Это своего рода для него топливо, это движущая сила. А если посмотрим на постсоветское пространство, что имело место спустя 25 лет после падения империи, то, несмотря на большой кризис, уровень жизни в России в среднем... Известно, что статистика – это понятие не всегда точное, вводит часто в заблуждение и не всегда правильно отражает мир. Однако, можно сказать, что уровень жизни в России, по статистике, выше, чем в Украине, Беларуси и в остальных большинстве государств бывшего Советского Союза. На протяжении последнего года и двух лет снизился уровень, снизились доходы на более 10% в следствии инфляции, в следствии ограничения в бюджетных расходах, которые неформальным образом, хотя бы в последнее время, были ограничены примерно на 10%. И вопрос, в какой же мере российская экономика адаптируется? Да, как реальный, так и банковский сектор в состоянии адаптироваться к более трудной ситуации. И в этом отношении экономические санкции, а вы как раз об этом спросили нас, господин, они не являются тем элементом, который в течение года-двух как-то будет обязывать. Мы понимаем, что с точки зрения политической, может быть, будут продлены на последующие годы, может быть, на полгода. Одним словом, это еще не те санкции, которые на колене заставили бы встать Россию. Далее, российская экономика. Думаю прежде всего о нефтяном и банковском секторе. В этом в основном касается, это скорее размер, который рассматривает период, например, арктическая нефть, месторождения. Но не всегда не будет не хватать денег на эксплуатацию недр. Конечно, тут должны быть средние инвестиционные средства. То, что мне кажется, имеет ключевое значение, я хотел бы обратиться к тому, что говорил Андрей об этом кошмаре без конца, то я сказал бы, что ситуация, в общем-то, не катастрофическая. Если что-либо в этой ситуации есть катастрофического, это то, что нет одного источника проблемы, что источником проблемы не являются только западные санкции, что источником проблемы, как бы это ни было парадоксально, является снижение цен на нефть. Вот это прежде всего. И эта вся модель Путина экономики строилась на росте цен на нефть. Тогда приходил к власти Путин, 16 долларов баррель стоило, а в пиковый момент стоило почти в 10 раз дороже. Но это, конечно, было таким важным элементом, потому что ВВП российский более чем 30% зависит от энергетического сырья, бюджетные доходы до кризиса примерно в половине или более половине зависели от энергетического сырья. Экспортные поступления – это тоже очень показательная цифра. При 65% экспорт, доходы от экспорта зависели от продажи энергетического сырья. И то, что мы имеем сейчас с проблемой в виде санкций, то тут видим отсутствие финансовых средств. И все это вместе взятое, конечно, углубляет уход капитала, и тут появляется нервозность у правящей элиты. Так что одеяло становится все более коротким, и надо тянуть в свою сторону как можно сильнее. Но проблема, как мне кажется, носит другой характер. Фундаментальная проблема такова, что модель развития России исчерпывается. Даже два года тому назад нефть стоила 120 долларов за баррель. И уже тогда Россия стояла как бы на пути к ресессе. Нет, ну скорее к стагнации, к застою. Рост составлял полтора процента. И хотя росли цены на нефть, то не было импульса к росту, не было импульса к развитию. И модель российской экономики, во-первых, она очень странная. Кто был, например, в Москве, видел Москву, а потом поехал куда-то в Подмосковье, скажем, я уж не говорю подальше, чтобы поехать, и не дай Бог куда-нибудь еще дальше, подальше, но тогда видно огромнейшие диспропорции. Диспропорции в деле модернизации, модернизация. И поверхностная эта модернизация, конечно, средний класс, жители Москвы, у них современные смартфоны, но нет современного государства. Есть государства, которое бы не было съедено коррупцией, где можно было бы инвестировать в государстве, где не было бы угрозы для собственного предпринимательства, а во-вторых, где был бы несырьевой приоритет. Это проблема. Если страна надеется на огромнейшую бензинозаправочную станцию, эта страна такова, где фактуры под столом оформляются, но тогда, конечно, не хватает места для нормального экономического развития. Это генерировало прострацию, это было элементом, ограничивающим с перспективы экономического роста, это свидетельствует о системном кризисе. А факт, что наряду с кризисом системным, модели развития, тут еще добавились два дополнительных элемента, то есть ухудшение конъюнктуры на рынке, нефтяном рынке, снижение доходов в бюджет, одновременно экономические санкции, которые, хотя и не ударяют по этому сектору сразу же, но углубляют ситуацию, учитывая экономическое положение, все это генерирует экономические санкции. Об этом тоже поговорим чуть попозже. Эти санкции не были введены для того, чтобы их главной целью не было снижения уровня жизни россиян или экономического уровня. Это было введено для того, чтобы изменить экономическую политику в области внешней политики. Что мы можем говорить, например, открытая поддержка сепаратистов, приостановили чуть-чуть это. Пожалуйста, вам, господин Колесников. Действительно такое мнение западных коллег, которое состоит в том, что эти санкции удержали Россию от дальнейшего движения на Запад, в частности, от взятия Мариуполя и так далее. Возможно, это так оно и есть, но здесь есть еще один момент, такой момент социально-психологический. Эти санкции были восприняты большинством населения России не как санкции против Путина, не как санкции против движения Путина на Запад, не как санкции против ближнего круга Путина, а как санкции против России, то есть против россиян. И на самом деле одним из политических эффектов этих санкций стало то, что вот это самое пресловутое путинское большинство еще больше консолидировалось вокруг Путина, еще больше стало поддерживать своего лидера, почувствовало себя в осажденной крепости и стало испытывать по отношению к командиру этой крепости своего рода стокгольмский синдром. Людям некуда деваться, обычным простым людям, некуда деваться из России, они как будто в подводной лодке, и неизбежным образом они поддерживают этого, как командира подводной лодки. Не все имеют недвижимость за границей, не все могут уехать за границу, не все такие вот идеологизированные либералы. Поэтому Путин получил, по сути дела, дополнительную поддержку, и вот эта цифра 80% или 83% одобрения деятельности Путина, цифра, которая у нас очень сильно дискутируется с той точки зрения, насколько она реальна, она и стала выражением вот этой консолидации большинства россиян вокруг Путина. Многие аналитики не верят в эту цифру, потому что, казалось бы, вокруг много недовольных, экономическая ситуация плохая, но мы все время упускаем из виду то обстоятельство, что это не электоральный рейтинг. Электоральный рейтинг Путина гораздо ниже, 50% с чем-то. Он достаточно высок, но практически 30% отделяют электоральный рейтинг Путина от рейтинга одобрения его деятельности. Одобрение деятельности – это все равно, что одобрение погоды, которая у вас за окном. Вы живете в этом климате, вы можете его только поддерживать, вы не можете его изменить. Путин – это неизменяемая субстанция. Только если он сам не захочет уйти, тогда ситуация изменится. Вы не можете в России с помощью выборов, в отличие от Польши, кстати говоря, поменять власть. Вы можете целиком снести конструкцию политической системы. Это другое дело. Это фактически революция. Но на выборах вы можете только избрать Путина, на выборах вы можете только избрать, как сейчас будет на парламентских выборах, партию власти и ее поддерживающие элементы в виде Компартии, в виде партии Жириновского, и в виде партии «Справедливая Россия». Четыре партии, которые на самом деле являются одной партией. Если вдруг часть санкций или санкции будут сняты с России, это опять же пойдет в пользу Путина, потому что мы будем чувствовать себя опять победителями. Будет примерно такая же ситуация, как в Иране, который торжествовал, когда Америка сняла санкции с Ирана. То есть это win-win strategy, Путин победителя, когда санкции против России, когда санкции против России снимаются. Вы знаете, каждая власть и адресат – это Россия. Я бы так сказал. А адресатом санкций, в общем-то, являемся мы, сами как таковые. Санкции – это способ для международной общественности, для общественности Запада. Это взаимная консолидация, взаимное сплочение. Это жест, который имеет политический характер. А основа – это выработать своего рода азимут европейской западной политики Российской Федерации по отношению к Российской Федерации, по отношению к Владимиру Путину. Благодаря тому, что мы ввели санкции, благодаря тому, что в рамках Евросоюза у нас проводились дебаты о санкциях. А дебаты о санкциях – это также дебаты о процедуре отказа от санкций в условиях, которые мы ждем от России. И мне кажется, что это своего рода колесо, постоянно вращающееся. Невзирая на то, в какой мере помогают или ударяют по пути на эти санкции, политика Евросоюза, политика Запада по отношению к Российской Федерации стала более активной. И это, мне кажется, самая большая ценность. Конечно, никто не ожидал, что санкции, которые были введены в такой области, в какой они были введены, что они свергнут Путина или повернут спять события на Украине. Именно не для того российские танки не въехали в Мариуполь, что президент испугался Путина санкций. Нет, наверное, он понял, что нужны ограничения, ограничения в потенциале действий на Украине. А также затраты, связанные с вооруженной агрессией по отношению к пользе, которая может извлечь из этого, были минимальны. Санкции действовали тогда, если они имеют характер далеко идущий. Санкции по отношению к Ирану заставили Иран сесть за стол переговоров. И только потому, что это были санкции, которые привели к деградации иранской экономики, иранского хозяйства, в особенности сектора нефтяного, системы SWIFT, то есть сделать невозможным пользоваться Ираном, банковской системой мира. Конечно, что касается России, такого типа санкций, не взирая на то, какую политику вела бы Россия в ближайшее время, мне кажется, абсолютно нереальными. И второй элемент, который вы тут затронули, это рост поддержки Владимира Путина как эффект санкций. Я бы сказал так, что изменилась модель легитимизации российской власти. На протяжении многих лет Россия объединяла, Путин объединял, мобилизовал. Дело-то было не в активности, как думал Путин, а мобилизовать, чтобы это была радость и улыбка на лицах тех, кто шел. Нет, люди должны были быть пассивными и поддерживать. А на протяжении нескольких лет режим Путина консолидировался посредством внутренней политики, политики безопасности, безопасности твердой. Давайте помнить о том, что Путин приходил к власти тогда, когда шел конфликт, еще нерешенный в то время чеченский. И тут ответ может быть довольно читабельный. Но было глубокое ощущение отсутствия безопасности и глубокое неравенство и паупоризация. Тут надо было учитывать экономическую стабильность, чувство безопасности среднего россиянина. И об этом мы говорили, отвечая на первый вопрос. Но коль скоро это все как бы закончилось, то фактор внешней концентрации надо было использовать. Надо было обратиться потом к внешней политике, как моменту отвлекаться от того, что в России. И поэтому Россия пошла на Украину. Я помню, в 2004-2005 году, когда шла революция на Майдане, Россия зареагировала иначе. И отрицательные эффекты я увидел. И последнее. Вы говорили о 66%. Очень трудно в автократическом государстве выйти на улицу и спросить гражданина, поддерживаете ли вы президента. И, конечно, трудно получить ответ. Надо иметь много гражданской смелости для того, чтобы сказать критически. Но я вам скажу, я верю в поддержку президента Путина людьми. Даже не веря в конкретные цифры, надо верить в тренд. А тренд это поддержка нынешних российских властей, российским обществом. Очень высок. Это как-то созвучно тому, что вы говорили. Это как бы технические причины, поводы, как технологическим образом это можно взять. Это замечательное слово российской политики, технология, как это было проведено. Теперь я расскажу основной вопрос. Поддержка и уровень симпатии, одобрения президента России. Все это объясняется одним основным элементом. Отсутствие альтернативы. То, что является ключевым с точки зрения модели осуществления власти в России и в соседней Беларуси, это то, что общественность, даже уставшая от застоя, даже уставшая от ухудшающейся экономической ситуации, однако не склонна эта общественность изменить свою пассивную ситуацию, свою пассивную поддержку во имя стабильности, во время отсутствия альтернативы. Если мы сегодня видим в России, а видим действительно за последние два года некоторые как бы закручивания гайки, то видим, что все больше есть центральных процессов принятия решений, что больше есть репрессии по отношению к гражданскому обществу, то это не означает, как мне кажется, то, что Россия отошла от модели покупки лояльности, переждак модели лояльности. Нет, Россия Путина по-прежнему покупает лояльность, так как покупают телевизоры, где показывают внешнюю политику в конфронтации с Соединенными Штатами Америки, а не холодильник благодаря просперите от нефти. Что изменилось? Это изменилось то, что власть подготовится к черному дню. И то, что закручивается гайка, это попытка избежать ситуации, где появилась бы какая-либо альтернатива. как бы надо на холодное молоко дуть. Это такая ситуация, когда деградация режима так углубится, что какие-либо действия по улучшению, приведению в дисциплину ситуации невозможно. Все сравнения телевизор и телевизор. Это уже не то. Я хотел бы вас спросить, господин Колесников, насколько общественность уже, так сказать, пропагандой замучена. Может быть, ситуация в Польше займет, допустим, Вильнюс, Львов, и 30% общественности были бы довольны, поддерживали бы власть. А как это в России выглядит? Пожалуйста. Большую роль играет пропаганда, действительно. Действительно большую роль играет по-прежнему телевидение, которое охватывает всю территорию России, я имею в виду федеральные каналы. Действительно 80%, примерно 80%, эта цифра не меняется долгие годы. Это охват телевидением населения страны. Все так или иначе смотрят этот самый телевизор, он у всех работает, как я не знаю, горит камин. И действительно имеет значение то, что там говорится. Но, наверное, этого недостаточно. Наверное, был какой-то спящий спрос на столь агрессивный патриотизм, на империализм и национализм, который вдруг проявился после 2012 года, и особенно после 2014 года, когда Путин присоединил к России Крым. Безусловно, большую роль играет, справедливо заметил пан Адам, отсутствие альтернативы. Это искусственное отсутствие, безусловно. Но когда у вас в течение 15, а то и 16 лет правит один и тот же человек, когда выросли дети, которые никого не знают, кроме Путина, когда у вас в меню фактически 4 партии и больше ничего, 4 блюда в меню, естественно, вы будете есть то, что у вас есть в меню. Вы не будете требовать другой еды, она вам просто неизвестна. Или вы будете считать ее опасной, у вас в меню появляется какая-то оппозиционная партия, кто ее знает, может быть, она токсичная, может быть, это отравленная еда, и стоит ли ее тогда есть. Надежнее, в общем, съесть основное блюдо под названием «Единая Россия» и на этом успокоиться. Президентское меню вообще безальтернативное. И в этом, безусловно, одна из причин эффективности этой самой пропаганды. Социологи отмечают новые свойства общественного мнения, которые сводятся к следующему. Если раньше общественное мнение по какому-то любому поводу менялось довольно долго в течение месяца-двух, сейчас достаточно нескольких дней, чтобы оно поменялось. Характерный пример. В сентябре 2015 года Левада-центр опрашивает людей по поводу Сирии. Поддержали ли вы военную операцию в Сирии, гуманитарную помощь в Сирии и так далее, и так далее. Люди говорят, военную помощь не поддержим. Поддерживаем техническую гуманитарную помощь режиму ОСАД. 30 сентября 2015 года происходят бомбардировки. Еще один опрос Левада-центра. В октябре 2015 года люди поддерживают военную операцию. Это колоссальная зависимость общественного мнения, если вообще это можно называть общественным мнением, от персонального мнения и даже слов Путина. Мы проводили в декабре прошлого года фокус-группы по поводу восприятия россиянами войны. Люди во время фокус-групп буквально повторяют слова Путина. Если Путин говорит по поводу поведения Эрдогана, турецкого президента, это удар в спину России. Известная история со сбитым российским летчиком. Люди во время фокус-групп буквально повторяют эти слова вплоть до запятой и точки. Можно долго рассуждать о природе этого феномена, но что есть, то есть. Для этого путинского большинства Путин источник информации, Путин источник объяснений всего того, что происходит в мире. Путин это модель символ России. Так что действительно такая пропагандистская схема работает и работает вот Адам говорил о модели легатимации режима, да, можно говорить о неком таком условном социальном контракте. Раньше он сводился к тому, что вы нам не мешаете править, вы народ нам элитам не мешаете править страной, мы вам даем высокий уровень жизни. Так было в начале нулевых годов, так было в течение первых двух сроков правления Путина. Сейчас этот социальный контракт изменился. Мы вам народ даем чувство великой державы, мы вам даем Крым, в обмен на это вы соглашаетесь затянуть пояса и поддерживать нас даже в условиях экономического кризиса. Этот контракт естественно нигде не записан, но он действует и действует пока достаточно эффективно, в том числе благодаря серьезным пропагандистским мужчинам. Так, 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 да, я согласен. То есть лояльность вместе сравнительно вопрос перейти в замен за Крым. Это очень интересный вопрос, который вы тут привели нам в качестве примера, поддержку российской военной операции в Сирии, но особенно интересно, если учесть цифры, числа в течение одного или полутора месяцев поддержка в Российской Федерации в России возросла от 14 с кусочком до более 70 процентов. Это совершенно гигантская гигантская социальная пластичность и огромная эффективность. Да, действительно, эффективность пропаганды. Ну что ж, пропаганда действует тогда, когда она хорошо составлена, сделана, когда она учитывает общественное настроение. Здесь надо было бы чуть-чуть дополнить высказывание господина Андрея, что всюду в этой пропаганде всегда лучше всего функционирует мобилизация и консолидация социальная жителей России, если появлялся, когда говорим о Иране, какой-то шатанка. Соединенные Штаты это фундаментальный пункт отнесения, пункт для сравнения, конечно, большой мере вследствие памяти периода холодной войны, системы двух сверхдержав, но быть в конфронтации с Соединенными Штатами Америки это нечто, что укрепляет, что ставит на более высокий уровень, это своего рода лифт, который укрепляет режим. Лучше всегда объединять общественность России против американских ракет, чем против французских сыров. Ну и тут есть, естественно, поддержка. В конце концов, россияне консолидируются против французских сыров. И мне кажется, что намного более эффективна и вся риторика, она немножко сокров глаза, можно ее представить. Но что касается отождествления с конфронтацией с Соединенными Штатами Америки, здесь очень важным идеологическим фактором, который использовался ведь, господа, даже во время военных действий в России в Восточной Украине, ведь вся революция на Украине, она достоинства властей продавалась не как какая-то конфронтация с украинцами, а как конфронтация с фашистским режимом, который был навязан Соединенными Штатами Америки. Мы можем тут говорить в какой мере российская власть, президент Путин лично верит в то, что Россия действительно как бы ждет, не дождется и старается своими очередными цветными революциями подойти под стены Кремля, однако это очень важный элемент, консолидирующий общество, как я уже говорил, но также консолидирующий и элиты, то есть война против Украины имела важное антиамериканское значение и размерность, и если это получится, то это будет элиты, имеющие власть, и если у них это все получится, то эффектом этого через год, два, три, будет дезинтеграция нашей модели, и будет хаос в России, конечно, вы знаете, это работает в том направлении, что если бы вы сегодня отправились в Россию, но не буду говорить о России, в Белоруссию, например, то опыт революции, достоинства, опыт войны в Донбассе, все это сильные элементы, которые используются в пропаганде властями, как способ для того, чтобы найти какое-то альтернативное лекарство для общественности. Украина должна служить в качестве плохого примера, как предостережение от какой-либо активности, и мне кажется, что в большой мере это реализуется, хотя, конечно, затраты на это велики, потому что это недоверие, это огромное недоверие между россиянами и украинцами, несколько это, правда, другая часть нашей дискуссии, другая идея нашей дискуссии, но, по крайней мере, за последние нескольких лет, два в частности, это действует в обе стороны. Не только российские действия на Украине, они вызывают огромное нежелание по отношению к России украинского народа, но также вызывают огромное нежелание среднестатистического украинца учитывать украинский характер и украинскость, учитывая эти все стратегии и цели России, которая хочет восстановить свою позицию на постсоветском пространстве, а, главное, уже на Украине, это совершенно ужасная политика, как мне кажется, она не служит, совершенно не служит интересам российских властей. Но что ж, поделаешь, еще раз подчеркну, тут надо сохранить власть и стоять у власти, сохранить модель, сделать невозможным, чтобы гангрена подошла к стенам Кремля и это останется. Вы тут сказали о пластичности. Андрей, пожалуйста. По поводу США очень короткое. США ведь еще и виноваты в том, что у нас плохое экономическое положение. Это же прессинг со стороны США и есть такая шутливая поговорка, на самом деле, ну, понятно, что это шутка, да, продвинутых интеллектуальных классов. Никогда мы так плохо не жили, как при Обаме. Вот, шутим еще, да. И одно замечание по поводу Украины. Мне кажется, что Путина и его элиты Майдан испугал точно так же, как Брежнева испугала Прага 68-го года. После 68-го года это обернулось серьезными заморозками и здесь тоже все обернулось очень серьезными заморозками в отношениях с Западом и в отношения своего собственного населения. То есть исторически эти два испуга очень близки и важны для понимания того, как думает Путин. Тут говорилось о пластичности российской общественности. Может быть имелось в виду аморфность люди были лишены своих собственных взглядов. И сразу же хочу спросить почему эта общественность России и Украины так разбежались как бы в сторону и совершенно другие люди стали совсем другой подход к власти критический взгляд и взгляд на то, что пишут средства массовой информации в России и на Украине. И очередной вопрос. И в такой ситуации говорить о каком-либо имперском проекте не является ли это утопия или только это действие только исключительно на внутренний рынок России. Ведь общественность уже не в состоянии жить в одном единственном государстве. Но мы можем предположить как вернуться к тому к той империи и что Украина чтобы была в какой-то связи политической России. Как вернуться к этому? Я не думаю, что Путин мечтает чтобы Россия и Украина были одним государством и тем более он не мечтает о Западной Украине. Потому что в головах российских элит явно существует некая карта русского мира и границы этого русского мира они не очень сильно пристараются на Запад. Восточная Украина, юг Украины, возможно Одесса, такие классические имперские территории возможно на этой карте как раз как раз здесь и заканчивается русский мир. А все что западнее это уже мир другой, к которому мы не имеем отношения. Другой вопрос, что как мне представляется Путин и его элиты не считали вот по крайней мере часть Украины настоящим государством. Это такие рудименты имперского мышления. Вот мне кажется, что это искреннее отношение к тому, что это не до государства, что это так получилось, вот распался Советский Союз, ну вот это же наши люди, это Россия, это исторические территории православной церкви русской, это шахтеры, которые составили славу Советского Союза. Это все рудименты имперского мышления, они очень глубоко сидят в мозгах и в душе российских элит, прежде всего силовых элит, естественно, путинских элит. И в этом смысле смириться к тому же Путину с тем, что вот Крым когда-то Хрущев отдал России, это было совершенно невозможно. Надо понимать еще, что действительно Крым имел колоссальное значение для российского сознания. Не очень понятно почему. Дело в том, что безусловно большинство россиян очень плохо знают историю Крыма. Недавно одна моя знакомая уволила сотрудника, когда тот сказал, что Екатерина Вторая передала Крым Украине. Смешалось все в головах у людей. Хрущев передал, Екатерина Вторая передал. Кто-то передал этот Крым Украине. Это было несправедливо. А сейчас справедливость восстановлена. В самом Крыму очень хорошо понимают исторические корни. В Крыму популярна такая майка, на ней изображен Хрущев с надписью Крым сдал. Чуть пониже изображен Путин с надписью Крым принял. Вот это очень такая как блестящая Путину картинка. У нас ведь это все как получается согласно Путину как строится российская история. Ленин был плохой, Сталин хороший, Хрущев был плохой, дальше Брежнев очень популярен среди населения, считается, что спокойно жили. Горбачев не очень хороший, дальше Ельцин умолчим, а Путин хороший. То есть вот эта линейка плохих хороших руководителей она и она опять же воспроизводится в общественном сознании. Если мы смотрим опросы социологов к Ленину отношение среднее, к Сталину все улучшающееся, Хрущеву после Крыма отношение жуткое совершенно, к Путину соответственно наоборот хорошее. То есть у нас вот это вот жесткие лидеры, которые восстанавливают державу, они хорошие. Мягкие лидеры, которые державу как-то вот расшатывали, оно плохое. И одновременно в этой системе ценностных координат Ленин продолжает лежать в мавзолее на Красной площади, где проходят парады в честь фактически не 9 мая, а в честь Путина, который питается этими соками прошлого, который черпает свою легитимность из славы Великой Отечественной войны. Вот этот такой жуткий фьюжн, такой жуткий коктейль, он вот и становится основой легитимности этого режима. У этого режима нет современных достижений, сейчас немножко в другую сторону захожу, но она касается пропаганды в том числе, нет современных достижений, они остались в нулевых годах, когда на нефтяных доходах рос средний класс, у этого режима нет будущего, потому что у него нет стратегии, никто не понимает, как будет развиваться Россия, зато этот режим объявил себя прямым наследником советских достижений, прежде всего Великой Отечественной войны, во второй очередь достижений космоса, недавно в одном из спальных районов города Москвы я видел прямо на пятиэтажке такой рисунок Гагарин нарисован и написано Юра, мы справились, апелляция к космосу, к символам космических достижений очень важна, то есть эти все исторические достижения по сути оказываются каким-то мистическим образом достижениями Путину, и он за счет них наращивает и удерживает свою харизму и уровень своей поддержки. Так что во многом внутренняя политика Путина и внешняя политика Путина это историческая политика, это политика памяти, а войны, которые ведет Путин, присоединяя Крым, значит, как Советский Союз воюет далеко в Сирии, это войны памяти в том числе. Это очень важно понимать. Прежде чем Адам Берхард ответит, хотел бы несколько уточить вопрос. Откуда появилась эта ошибка? Часто говорит Путин, что украинцы и Россия это один народ, народ, который в состоянии занять весь Южный Восток России. Но это не получилось, потому что не было такой огромной поддержки общественности, потому что как рассчитывали российские? Во-первых, не только мы говорим хороший и плохой руководитель, но после Александра Второй и потом было лысый и волосатый. Так что знаете, тут может быть однозначная и постоянная фундаментальная точка зрения, что открывает путь к постоянным перетасовкам и разговорам Путина с Медведевым. А почему? Да потому что соответствует психологии эндокринации подвергается больше всего тот, кто проглашает эту, разглашает. Российская власть поверила в то, что и россияне, и украинцы это один народ. Так решила власть тоже. Я не буду говорить о чем, почему эти народы все-таки иные. Надо было бы обратиться к истории хотя бы первой речи посполитой, модели этого, татарское ярмо и так далее, иго татарское. Я не чувствую себя некомпетентным, и времени нет для проведения такого рода дебатов, но в рамках, может быть, рекламного перерыва, хочу сказать, что сейчас в рамках Центра Восточных Исследований мы издали книжку между Берлином и Пекином, где серия переговоров с аналитиками ведется так. Я разговаривал с редактором Важехой и вспоминал об истории в Житомире во время вооруженного конфликта. Там я был совершенно случайно, попал в небольшой городок, где жители Украины говорили о Житомире как Украине центральной на восток, русифицированной в большой степени, где пользовались российской поп-музыкой, российскими песнями, поп-меснями. И казалось, что вначале никого не интересует то, что происходит под Донецком и Луганском и в конце концов ведущий такого рода концерт. Ну, концерт это может быть большое слово, это что-то вроде дискотеки. И в конце концов ведущий это мероприятие, а он был владельцем магнитофона, который была эта музыка. Он в свое время российскую музыку ставил, наверное, те песни, которые любит Путин, в частности, группа Любе. И говорили только по-русски, чтобы пить за здоровье украинских солдат, которые борются против российской агрессии, а потом песня Любе была также поставлена о спецназе, где все пели и думали о спецназе не российском, а украинском, а потом начали петь слова Украины, слава героям. Почему я считаю этот пример очень знаменательным? Оказывается, что есть российское язычное население, слушающее русскую музыку, в бытовом культурном отношении вроде бы как россияне. Одновременно оказывается, что вследствие политических действий тут совершенно появляется какой-то дополнительный фильтр, который полностью изменяет ситуацию, восприятие и самосознание общественности. И моя гипотеза такова. Российская элита, сидя в этом пивном баре, на открытом воздухе, была убеждена, совершенно убеждена эта элита, что действует американское посольство в Киеве, но совершенно не понимала того, что происходит на Украине за 25 лет независимости. Те дни, когда украинские солдаты стали бороться против российских танков в Донецке и Луганске. Напоминаю вам об этом, господа, то, что Путин считает Галицию, Львов считал особенности Львов или Ивано-Франковск за потерянные, то известно, что потерянные, ведь война украинско-российская была той войной, которой с украинской стороны не боролись жители Львова. Это были жители Днепропетровска. А теперь, прошу прощения, сейчас называется этот город Днепро с восточной Украины. Это жители фронтального государства, которые видели, что российские танки идут в бедную, но в общем-то стабильность. Так что у нас сейчас такая бывает тенденция, анализируя политику, предполагать, что тот, кто принимает решения, это мудрый, особенно российский, он все, 15 шагов заранее подсчитал и заранее решил, что будет хорошо, а что плохо. Собственно говоря, пример всего российско-украинского конфликта, это пример, где и мифы, и пропаганда оказались совершенно ненужными. И я сейчас хотел бы вернуться к экономическому вопросу, это будет мой последний вопрос, а потом хочу, чтобы мы перешли к вопросам из зала. Мы говорим о трудной экономической ситуации России. Правительство 1 марта приняло антикризисный план на этот год. Алексей Кудрин, бывший министр финансов, также выразил готовность составить программу экономического развития России. То есть предпринимаются какие-то шаги. Правда, это что, шаги только, которые носят пропагандистский характер, или они в действительности должны что-то изменить в связи с осенними выборами, которые будут проводиться в Российской Федерации? На самом деле, я для начала расскажу анекдот, не совсем прямое отношение к этому имеющий. Почему-то в этом анекдоте фигурирует Ельцин, а не Путин. Ельцин выходит на пресс-конференцию и западный журналист спрашивает у него, скажите коротко, каково состояние российской экономики? Ельцин говорит, good. Ну, может быть, все-таки в двух словах not good. На самом деле, состояние российской экономики, оно примерно так и описывается. И Путин, мы все время употребляем это слово Путин, но на самом деле, имея в виду, может быть, даже не человека, а вот как бы систему российской власти, вот этот Путин, который власть российская, он, безусловно, не может все время предлагать российскому народу вместо еды и нормальной экономики бесконечные вот эти военные победы. То есть, может, конечно, но с каждым годом это будет делать все сложнее и сложнее, особенно после президентских выборов 2018 года. Его интерес это улучшение ситуации в российской экономике. Как это сделать, наверное, он не очень понимает, хотя у него есть свои представления об экономике и они, я должен сказать, не дикие, вполне себе такие нормальные. Все-таки его учителями был и тот же самый Алексей Кудрин и Андрей Иларионов, его бывший советник, который сейчас находится в жесткой оппозиции к режиму. Путин твердо знает, что российский бюджет должен быть сбалансирован, но одновременно нужно решать и политические задачи. То есть, пожалуйста, он за то, чтобы бюджет был сбалансирован и инфляция была низкой, но при этом, пожалуйста, расходы на военные расходы, расходы на оборону и на безопасность должны быть большими, очень большими. А это уже дело министра финансов, строить работу так и министра экономики, чтобы при таких политических решениях еще и был сбалансирован бюджет. То, что это невозможно, в общем, мало волнует политические власти, потому что политика в данной ситуации, в ситуации, когда мы в состоянии конфронтации с Западом, политика важнее экономики. Путин, вероятно, верит Кудрину как эксперту, как человеку, который может что-то предложить. Кудрин, в свою очередь, как мне кажется, соскучился по не то чтобы по возможности влиять на принятие каких-то существенных решений. И он, безусловно, желает добра своей стране, он не желает своей стране провалиться в экономическую катастрофу. Я являюсь членом комитета гражданских инициатив, который возглавляет Кудрин. И наблюдаю иногда извне, иногда изнутри за тем, как строится его политика. Он с искренним интересом действительно помогает гражданскому обществу, как может, хотя это очень сложно в нынешних обстоятельствах, но ему, безусловно, не хватает власти. Он всю жизнь был во власти, и ему хочется действительно изменить экономику страны. Вопрос, сможет ли он изменить эту экономику, и более широкий вопрос, возможно ли реформа в России серьезная. инициирована естественно сверху, потому что все реформы инициируются властью. На мой взгляд, нет. Почему? Потому что мешает политическая рамка, потому что мешают геополитические и политические решения. Невозможно балансировать бюджет при таких военных расходах. Невозможно стимулировать инвестиции, быть инвестиционно привлекательным, когда вы отгородились стеной от Запада, когда российские компании не могут заимствовать деньги у Запада, когда Россия в финансовом смысле изолируется от Запада. Невозможно стимулировать развитие экономики, если нет конкуренции в среднем и малом бизнесе. Российская политическая система устроена так, что в ней преобладают либо олигархи, либо мини-олигархи, которые монополизируют, криминализируют и коррумпируют всю бизнес-среду. Ничего с этим сделать нельзя. Значит, на мой взгляд, какие-то маленькие реформы, маленькие подвижки возможны, но те же самые либерал-лоялисты, те же самые либерал-реформаторы не могут влиять на политические решения и не могут, программируя будущее, пытаясь составить экономическую программу, они не могут говорить о политике всерьез, они не могут говорить о реформировании политической системы, они не могут говорить о реформировании гражданского общества. Речь должна идти о том, что с 2012 года Путин и его элиты приняли больше 30 репрессивных законов, начиная от ограничений митинговой активности, заканчивая законами о невозможности усыновления иностранцами русских детей и различными ограничениями иностранного влияния в средствах массовой информации, заканчивая законом об иностранных агентах, о нежелательных организациях, о расширении полномочий ФСБ, о расширении понятия экстремизм, и сейчас рассматривается в Думе закон об ограничении права на въезд и выезд фундаментального на самом деле права для россиян за экстремизм и террористическую деятельность. Поскольку экстремизм у нас трактуется максимально широко, в общем, в принципе, почти каждый россиянин может подпасть под этот закон и получить ограничения в свободе передвижения. Давайте отменим сначала эти 30 законов, потом поговорим о каком-то движении в развитии гражданского общества, политической рамки и экономики. Нас сейчас, забегая вперед, скажу, прошли так называемые праймерис в партии власти, в единой России, потому что демократии в стране нет, партия власти решила устроить демократию внутри себя. пикантность ситуации состоит в том, что эти праймерис прошли с огромными нарушениями, с так называемыми вбросами бюллетеней, с использованием административного ресурса. Члены единой России, уважаемые, которые находятся внутри этой государственной думы, которые поддерживают государственную власть и Путина лично. Они пишут отчаянные жалобы своему партийному начальству, вы себе не представляете, что там творилось на этих выборных участках, наведите порядок, это же сплошные фальсификации. Система сама себя воспроизводит, она не может остановиться. Руководство партии заинтересовано было в данном случае, заинтересовано действительно, чтобы не было административного ресурса. Они хотели протестировать свою партию, они хотели более эффективной партии, но они хотели увидеть новые лица внутри своей партии, им этого не удается сделать, или почти не удается сделать, потому что внутри партии начинаются фальсификации. Как с такой системой работать? Какая экономика, какие экономические реформы? Не пускают вот эта политическая рамка никакие реформы? неотжалованный премьер Черномердин. Так что тут Черномердин говорит, какие бы мы партии ни строили, всегда будет получиться КПСС. Это очень интересно, очень интересно. Можно было бы подумать, что Россия централизованное государство, централизованное, которое желает навязать определенные механизмы, ну, например, плюрализма, на этом уровне. Это очень интересно. Нет, это не так. Россия это матрешка. Россия это страна, где имеем дело, к сожалению, с арбитральностью власти на каждом уровне. Нет никаких механизмов, которые позволили бы формально централизованную Украину подбросить подбросить властью центральной дать определенные механизмы на уровне провинции. Ну, конечно, можно это сделать, но это, так сказать, с учетом инженерии индивидуальной. Это делается в стране, которая занимает одну, седьмую часть, ну, может быть, нет, а значительную часть земного шара, и там это сделать невозможно. Иди, все это связано с тем, ну, возьмем Кудрина, например, мне кажется, что он абсолютно лояльный представитель элиты, а то, что провозглашает идеи, которые связаны с тем, что он исключительно лояльный, только исключительно лояльный человек может говорить о модели власти Владимира Путина и иметь право потом занимать позицию или должность недогматического и либерального человека. Что можно ожидать от него? Ну, конечно, можно ожидать имитации реформ, а не полных реформ, потому что полные реформы невозможны, ну, потому что, во-первых, они нуждаются в том, чтобы надо построить механизм какой-то, арбитральность власти там будет ограничена, а второй важный элемент это как бы парламентский характер, микрофон в сторону ничего не слышал, это абсолютный приоритет контроля развития, то есть они избегают и не говорят о какой-то угрозе, о каком-то контроле, они убегают от таких ситуаций, которые могут вызвать контрконтроль, а если удастся одновременно провести реформу, ну, это хорошо, почему бы нет, конечно, мы будем иметь в России дело с имитацией реформ, какими-то кое-какими действиями, которые, в общем-то, будут заставлять элиту стать более дисциплинированной, но экономическое положение трудно, надо также дисциплину ввести на низовом уровне, должен быть плюрализм и так далее, дисциплина должна быть на уровне, это очень интересная идея, дисциплина в борьбе с коррупцией, коррупция, конечно, это рак, который съедает Россию, да и не только Россию, современную Украину тоже, еще в большей мере, но проблема такова, что коррупция приводит как бы в порядок системы, особенно в ситуации арбитральности решений, коррупция, учитывая слабость закона, является механизмом, который позволяет гражданам свое дело решить, пойти в управление, пойти в какую-то контору, и там за деньги в состоянии решить все вопросы, а тогда, когда коррупция и уровень коррупции сокращается, ну, например, у одного чиновника можно что-то договориться, а в другом нет, то значит, уже нет такого стабильного механизма, это огромный вызов, который дает нормальную прострацию, вызывает такое выявление, что государство работает, но работает так, что его действия непредсказуемы, коррупция для властей, учитывая лояльность, учитывая общество, добросостояние общества, лояльность в отношении Крыма, лояльность группы, которая стоит у власти, то есть, лояльность вместо собственного метра границы, за собственную скважину нефти, за кусочек государства к этому лояльность, и какая-либо ни была борьба Путиным с этой коррупцией, то это все проходит только в рамках элиты, причем правящей элиты, мне кажется, что это не все реализм. Я хотел бы сейчас вас попросить, господа, задавать вопросы из зала, будьте любезны, представьтесь, кто вы, и, пожалуйста, вопросы, а не какие-то долгие ваши точки зрения. Я постараюсь не читать лекцию, я журналист, буду задавать вопрос по-русски. Мы просто сейчас очень так широко взяли тематику, а вот вы начали говорить собственно о выборах, и этого мой вопрос касается. Как мы прекрасно понимаем, наверное, эти выборы это такая большая сценография с какими-то элементами там самостоятельной игры актеров. И вот мне интересно вас спросить, что вам известно собственно о существующей сценографии и где будет игра актеров. Какие в задумке сценографов предполагаются расклады в Думе после осенних выборов, должна ли она стать бело-желто-черной больше, или как это должно выглядеть. Что вы об этом знаете, хотелось бы, чтобы вы больше об этом рассказали. А второй мой вопрос, поскольку тут тоже касались декоммунизации, и вот даже в Польше уже президент подписывает закон о переименовании оставшихся населенных пунктов. Мне интересно, если бы предположить так, что российское общество находится приблизительно в том пропагандном состоянии, в котором есть сейчас, если там меняется в России власть, это очень такой позитивный сценарий, Россия остается в тех границах и пробует провести декоммунизацию. И как она будет выходить из этой ловушке, что все-таки это же ее собственная история, собственная сущность, в которой она жила не 10 и не 15 лет, а все-таки больше 70. Спасибо. Это такой большой важный вопрос, когда я говорил о том, что праймери с Единой России фактически повторили выборы и в регионах российских, и федеральные выборы, и были такими же нечестными, с теми же самыми приемами искажения воли избирателей и так далее, и так далее. А потом Адам упомянул высказывание Виктора Черномырдина, я вспомнил еще одно высказывание Виктора Черномырдина, которое в музее Ельцина в Викторинбурге вынесено на майку, которая там продается, самый ходовой товар в Ельцин-центре в Викторинбурге, там цитата из Черномырдина, «Никогда такого не было и вот опять». Это очень философская мысль, потому что никогда не было праймерис, но вот опять эти выборы фальсифицируются. Безусловно, вот этот тест, этот эксперимент, проведенный с праймерис «Единой России», показывает, что выборы парламентские в сентябре пройдут под знаком фальсификации, и штамп одобрено, поставит человек с хорошей репутацией, новый глава Центральной избирательной комиссии, Элла Памфилова. Ее специально назначили на этот пост, чтобы она стала гарантией как бы честных выборов. Она не сможет контролировать все нарушения, безусловно, борьба с этими нарушениями будет, и даже где-то она будет неимитационной, и Памфилова будет общаться с общественными наблюдателями, с движением «Голос», и где-то будут наказаны даже фальсификаторы, но по всей стране невозможно бороться с фальсификациями. Это одна сторона проблемы. Избирательное законодательство в России одно из самых изменяемых законодательств. Какое-то невероятное количество конъюнктурной правки каждый раз вносится. Ни одни выборы не были проведены по старым правилам. Каждые новые выборы проводятся по каким-то измененным правилам. Сейчас та же самая ситуация. По-новому нарезана избирательная круга, так называемый джерри-мандеринг, сделан так, чтобы, допустим, если сравнительно большой город, то не сам город голосует, а голосует часть города вместе с сельской местностью, другая часть голосует с другой сельской местностью. Естественно, село более консервативно, оно поддерживает партию власти, и все работает как надо. Таких уловок было много, и, конечно, главный из них это перенос выборов с декабря на сентябрь. Люди расслабляются в ходе летних каникул, потом начинается учебный год, те, у кого есть дети, сконцентрированные на начале учебного года, и вот вам 16 сентября выборы, вы в расслабленном состоянии фактически в последний момент принимаете решение, и, в общем, вы видите старое меню, вы видите там «Единую Россию», но за кого будете голосовать, ну вот это более-менее понятно за кого, за «Единую Россию». А теперь вопрос с коммунистами, который очень связан с темой мотивации для голосования. На самом деле декоммунизация в России прошла. Есть ностальгия по Советскому Союзу, но нет особой ностальгии по коммунистам. И вообще у нас главный коммунист, главный либерал, главный националист, это Путин все равно. Он покрывает всю поляну собой, и, в общем, если вы хотите голосовать за коммуниста, то это лучше за Путина, чем за Зюганова проголосовать. Поэтому вопрос декоммунизации не стоит, но почему, на мой взгляд, компартия придет в этой избирательной гонке второй, почему она будет успешна, не потому, что у нас много людей с коммунистическими взглядами, и даже не потому, что многие сейчас, в общем, с симпатией относятся к Сталину, который стал символом порядка для не только старых поколений, но и, в общем, для молодежи тоже. А потому, что если у вас нет конкретных политических взглядов, если у вас нет конкретной идеологии, но вы недовольны режимом, но вы не хотите выходить на улицы и вы не хотите голосовать за какого-нибудь там Навального условного, вы проголосуете за коммунистов, потому что это легальный канал выражения вашего протестного абстрактного мнения, не коммунистического, просто протестного. Мне не нравится ситуация в стране, у меня течет кран на кухне, в этом, допустим, виноват в том числе Путин, за кого бы мне проголосовать, ага, вот коммунисты, за коммунистов. Так что они соберут существенную жатву, даже большую, чем соберет Жириновский, наш такой первый в мире, я считаю, Дональд Трамп был у нас изобретен 20 лет назад, и мы были первые, в общем, мы первые открыли эту Америку. Трамп, это уже эпигон, можно сказать, но мы уже Жириновского переварили, и он не вызывает у нас таких сильных эмоций, и голосование за него будет достаточно существенным, но он, как и все прошлые годы, он придет третьим. Вообще, Зюганов и Жириновский, это основа системы, это ее столбы, на них эта система держится, и я даже не знаю, что эта система будет делать, когда Жириновский и Зюганов уйдут на пенсию, а они скоро уйдут, вот эти выборы, они все-таки пройдут, и позволят этой системе как катамарану устоять, но потом-то надо как-то менять эту самую партийную модель. Так что, вот эта вот сценография со старыми актерами и с новыми трюками, она будет достаточно успешной. Скорее всего, останутся те же самые четыре парламентские партии, в силу привычки к ним. Вряд ли появится пятая партия, возможно, этой пятой партией будет партия Яблоко, партия Явлинского, но это отдельный такой разговор, достаточно грустный на самом деле. Вот, и система будет протестирована и будет готова к движению к президентским выборам. Она должна быть готова к сохранению власти Путина. парламентская система за счет выборов 2016 года должна быть мобилизована к сохранению власти Путина на президентских выборах 2018 года. Думаю, что эта задача, промежуточная задача будет решена более или менее успешно. Почему в странах, где парламент ничего не может сказать, политические партии носят фасадный характер, столько внимания уделяется выборам? Вот это совершенно интересный вопрос. Как по-вашему вытекает ли это из факта, что выборы это самое слабое звено в автократических системах, которые могут генерировать общественное недовольствие? Выборы в парламент, это тоже в том числе и президентские выборы, может быть, в меньшей степени таковы, что элита правящая рассматривает их как своего рода угрозу. Угроза не потому, что не можно добавить дополнительных бюллетеней, собственно, это не самая большая трудность, но то, что избирательные списки создаются иначе, но и потому, что выборы такие генерируют неподсказуемость в социальной системе. Давайте посмотрим на братскую Украину, где в связи с революцией оранжевые. Она начала в связи с выборами и это очень глубоко укоренилось в мышлении элит о том, что выборы это угроза. Андрей говорил о столовой, где четыре одинаковых блюда. Я добавил бы еще один важный элемент. Единая Россия пожалуй самая вкусная. Так создается партийная система в России, что партия власти наиболее либеральная, нормальная, прозападная в какой-то мере. это как раз то, с чего мы начали нашу встречу. Отсутствие какой-либо альтернативы. Если альтернативой есть коммунисты, то что бы они ни говорили, каким бы логотипом не пользовались, они имеют большую часть электората. Если есть Жириновский, я бы его не назвал Трампом, потому что Жириновский это тот кукловод, который своими шнурками потягивает тех, кого надо. И есть также другие представители эстаблишмента, которые высказываются гротескно очень часто. Это важный элемент. Я поэтому не особенно верю в то, что в Российской Думе появится какая-либо партия более нормальных депутатов. Это очень важный элемент партийной системы. Декоммунизация. Вы знаете, мы можем тут спорить, в какой мере была проведена декоммунизация. Если ностальгия по Советскому Союзу, отсутствие ностальгии, значит, что это? Отсутствие декоммунизации? Мне кажется, что декоммунизация это не только и исключительно уничтожение нескольких тысяч памятников Ленину. Это мышление в категориях индивидуализма, что касается ценностей, а в случае России это даже деимпериализация, в чем участвует Россия, где процесс будет несколько ускорен в связи с войной украинско-российской, ну, так как этому, например, что жила французско-алжирская война в свое время. И вопрос, в общем-то, повседневно может быть задан. У меня впечатление такое, что культ Сталина в нынешней России намного выше, чем когда-либо за последние 45 лет. Так что есть десталинизация и есть декоммунизация и дестабилизация. Так что вы знаете, это инструментально, хотя оно символически. И, пожалуйста, следующий вопрос с правой стороны зала. Пожалуйста. Лукашедамский. Что касается санкций, об этом поговорим. Кроме тех главных целей приостановить агрессию на Украину и экономические санкции на Путина, я говорю о третьем. Желание стигматизации лиц, которые несут ответственность за нарушение международного права. И всем надо сказать, что такого рода поведение свидетельствует о том, что люди, которые это делают от своего роста париасы, их поведение ненормально. стигматизация, в общем-то, побаливает. И вопрос, согласны ли вы с таким диагнозом, в частности, как общественность России воспринимает стигматизацию, точно так же болезненно или нет. И второй вопрос. Российско-Украинская война помогла тому, что каждый из россиян символически должен сделать выбор, определенный. А на Украине тоже надо сделать выбор, кто такая Россия, кем она является. Это что, враг украинский или кто? А что это вызвало такое явление в России? Это что, поляризация? Мой вопрос. А если это поляризация, то она что, состоит в том, что каждый гражданин России должен ответить, что означает моя реальность по отношению к властям, к российскому государству, ведь власти интересуют национальные интересы. Это что, первостепенное или нет? И второй вопрос. Что было с войной с Украиной, кроме отношения с Украиной? Первый вопрос такой. Несколько лет тому назад наблюдалась волна демонстраций, крупных демонстраций в Москве. Я помню различные дискуссии, которые в то время велись в Варшаве. И тогда часто говорили, что Россия уже никогда не станет другой. А что же с ней произошло? А второй вопрос, в частности, Путин, это кто-то должен все время какие-то что-то что-то делать. Если нет хлеба, то игры. Крым, Донбасс, Сирия. А что дальше он должен сделать, чтобы быть таким, что должен ехать на велосипеде? Если не будет ехать, то упадет. И третье, на какой мере функционирует в пропаганде России такой взгляд, что миссия России это прежде всего противопоставить себя Соединенным Штатам Америки. А значит, это не только миссия России, а это то, чего ждет мир. И вот именно поэтому Россия полностью строит эту евроазиатскую цивилизацию совершенно по принципу иному, чем западная цивилизация. Как это выглядит в пропаганде России? Может быть, сначала вы ответьте на этот вопрос? Попрошу более короткие ответы. У нас 10 минут осталось в распоряжении. Вопрос очень важный о том, почему захлебнулся этот самый протест 2011 года, даже точнее, почему он не воспроизводится сейчас. это был протест с провоцированной рокировкой наших лидеров, это был протест с провоцированной нечестными выборами, это был протест продвинутых городских классов, это был протест, который в общем на самом деле в постсоветской истории был беспрецедентным. На самом деле получилось так, что этот протест во-первых не достиг своей цели, власть не поменялась, а речь шла на самом деле о смене власти и те, кто участвовал в этом протесте были уверены в том, что Путин в шоке и Путин уйдет. Во-вторых, протестовать так же, как в 2011-2012 году, после болотного дела и после ужесточения законодательства начиная с 2012 года, стало просто опасным. Кроме того, присоединение Крыма на самом деле расколола вот эти западно ориентированные, демократически ориентированные продвинутые группы населения. Многие решили, что будут поддерживать Путина, потому что он присоединил Крым. Это среди людей с либеральными мозгами, на самом деле. Этот раскол произошел, невозможно оценить его количественно, да, но, допустим, четверть или треть людей, которые придерживаются демократических взглядов, простили Путину все за Крым. Значит, куда пойдет Путин дальше после Донбасса, Сирии, Крыма и Турции? Значит, сейчас линейка внешних войн, на мой взгляд, закончена, потому что закончились географические точки, где столь успешно можно реализовывать военные информационные торговые войны и операции. Сейчас хороший момент для переключения с внешних войн на внутренние войны, парламентские выборы. Можно воевать с пятой колонной, можно воевать с внутренней опасностью. На самом деле, это та же самая тактика продажа угроз населению. Население покупает эти угрозы, начинает верить, продолжает верить в своего лидера, который успешно продает эти угрозы. Но пока временно источником этих угроз будут оппозиционеры, пятая колонна, национал-предатели, Навальный, Касьянов и так далее. А там посмотрим, кто нам будет еще угрожать. Но то, что продавать угрозы приходится ввиду отсутствия нормальных экономических успехов, это как бы очевидно. Деваться некуда. Что касается того иная цивилизация России, значит, да, это очень важная идеологема, да, она действительно используется достаточно успешно, мы другие, и поэтому мы готовы строить отношения с Западом исключительно на равных и на наших собственных условиях, как это было в Сирии, да, мы не входим в... мы готовы решать вместе с США вопросы замерения Сирии, но на наших собственных условиях, не на ваших, потому что мы равны вам, мы сильны и так далее, и так далее. Может быть, Адам ответит на... Я тоже начал бы с вопроса о Болотном и о Сахарове 2011-2012 год. Но, во-первых, в очередной раз это нам напоминает, насколько непредсказуемо все это. Если бы можно было представить какую-либо революцию, то, пожалуй, никаких из революций не было бы, потому что каждая власть предприняла бы действия профилактического характера. Что было очень характерно для протестов 2011-2012 годов, что это были протесты бенефицаров путиновской системы. Это были протесты представителей среднего класса в крупном городском центре, каковым является Москва, учитывая сравнительно, благосостояния людей России, людей, у которых были деньги до первого числа, так как это говорят обычно, люди, которые уже успели заработать, люди, которые уже на бытовом уровне функционировали лучше и начали мешать им всякого рода ограничения путиновской модели, то есть контроль системы личности с точки зрения бюрократии, коррупции и так далее. Ну и в символической сфере, ведь такой протест 2011-го года начался с того, что собственно было неважно, каким был Рошадо между Медведевым Медведевым и Путиным рокировкой в системе. Вопрос ключевой. Конечно, эти люди по-прежнему находятся в пространстве, но парадоксально экономический кризис сокращает уровень их пространства, потому что то, что казалось в 2011-2012 годах дано раз и навсегда, то есть рост экономический, просперите, уровень заработка жизни в России выше, чем уровень жизни в Варшаве, и это все следствие экономического роста. И те люди, которые в те годы выходили на всякого рода манифестации протеста, отсутствие всякого рода ограничений, коррупции и так далее, протестовали против тех элементов, не совсем удачно справляющего со всем государства, то, в общем-то, как эффект, как результат все это углубляло кризис. Вопрос другой есть. Можем ли мы в России увидеть как бы повтор 2011-2012 годов, но не в Москве, не в среде российского среднего класса, со стороны рабочего класса, городов, монополистов, то есть, города, фабрики, в России все-таки есть бытовая точка, как бы. Этот вопрос я не могу полностью разрешить. Может быть, надо придерживаться того, что ничто непредсказуемо, ничто невозможно предсказать. У меня такое впечатление, что большое внимание российских меня интересует точка зрения Андрея. Тут внимание сосредоточено на том, как избегать угроз для системы со стороны тех слоев, которые не являются привилегированными, то есть, средний класс московский, которому раньше или позже удастся. А будем говорить о тех, кому раньше или позже все-таки удастся купить телевизор. Мы говорим теперь о том, каковы последствия российско-украинской войны. Вообще это вопрос, который россияне ставят перед собой. Не слишком ли это элитарный вопрос? Не слишком ли это касается нескольких сотен, может быть, нескольких тысяч наших знакомых и друзей. Вопрос, в какой мере российская украинская война рассматривается российским обществом с точки зрения этической. Мне кажется, не обязательно они так будут думать. То, что российско-украинская война сопровождается пропаганда и связанная с Крымом, где легко себе поставить рациональные вопросы и аргументировать российскость, это говорить о российскости Крыма, это был очень хороший психологический шаг, который позволил сократить сократить как говорит по-русски сократить состояние похмелья. Далее строить консолидацию российского общества. Будем ли бороться против Украины или будем против Сирии или против кого-либо иного, а может быть Соединенными Штатами Америки идей. Строит ли это позицию России в мире? Конечно, есть факты, которые инструментально можно как-то подключить, а точнее использовать то, что Россия это огромнейший флагманский корабль, корабль, но есть еще и Китай, это такие государства, которые это такое государство, которое несколько использует это, а с другой стороны, надо стратегическую мудрость так провести, чтобы не платить за это никаких средств. Куда пойдет дальше Путин? Какие воспользуются топливом? Я согласен с Андреем, что можно есть разное топливо используется для этих целей, еще неисчерпанное. можно конечно этот вопрос ставить и ставить еще раз. Это не значит, что надо начинать очередную войну, чтобы по телевизору показать победоносную российскую армию, которая возвращает сверхдержавность Российской Федерации. Но впрочем, это благие намерения, конечно, ведь конфликт с Турцией имеет существенное значение в этой ситуации, потому что трудно сверхдержавы, которой хочет быть Россия, переживать такое неуважение друга. Но ведь видно было, что в любой момент напряжения с Турцией, оно весь генерировалось. И там абсолютно спокойно работала машина пропаганды, и она воспользовалась бы совершенно другой, своей позицией. и позицией. И по поводу ... Небольшое дополнение к тому, значит, где мы еще будем воевать. Я забыл совсем, что мы воюем на спортивных полях. И должны... И на полях как бы... Но искусством это не назовешь, но... На полях попсы, да. очень важно побеждать, очень важно... Значит, у нас же война еще в связи с Мельдонием, потому что весь российский спорт, оказывается, употреблял Мельдони, допинг, значит, нас оклеветали, и здесь мы опять воюем. Чемпионат мира по хоккею, мы должны были победить у себя дома, естественно, тем более Путин увлекается хоккеем. Но... Значит, мы заняли третье место, но Путин вышел из положения. Он приехал на финальный матч Канада-Финляндия и как щедрый человек поздравил канадских и финских хоккеистов, а капитана канадской сборной обнял. И тот, в общем, как не вырывался, в общем, был вынужден обняться с диктатором. Это была своего рода такая эмоциональная победа. По поводу поляризации общества в связи с украинским конфликтом, она на самом деле, конечно, есть, потому что, ну, понятно, что путинское большинство очень большое, а меньшинство антипутинское очень маленькое, но это не означает, что они не поляризованы. Это расколотая нация, на самом деле, консолидированная эта нация, на самом деле, расколота. Но вот это самое большинство, оно, судя по нашим фокус-группам, которые мы проводили по поводу отношения к войне, оно блокирует сложные вопросы. А вот были ли жертвы наших солдат на Украине? А не знаем. Были ли там профессиональные военные? Ну, может, и были, но это профессиональные риски, если они там гибнут. А вот Путин заявил о том, что Россия была готова привести в боевую готовность ядерное оружие. Не говорил такого Путин, отвечают респонденты фокус-групп. Как не говорил, он говорил, это вот все слышали. Мы не слышали. Это шутка была, он человек с юмором. Вот блокируются сложные вопросы, блокируются рефлексии, и дальше этого дела не идет. Так, не с этим можно кончить. К сожалению, надо уже завершать нашу работу. К сожалению, мы могли бы говорить долго и долго, пока я вас всех благодарю, благодарю наших гостей, и благодарю за участие в наших дебатах. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова